Всем привет! Начинаем новый влог. Смотрите в саду у Тимофея, какие они сегодня делали. Это я сделала. Вот это я сделала. Только не порти, не порти. Смотрите, какие красивые тут. Да. И тут кулички мы сделали. Разноцветные кулички в саду сделали, да? Нет. Ну да, в саду. Мы сейчас идем за Кириллом. Он у нас на тренировке. Я его уже забрала, отвезла на тренировку. Вернулась за Тимофеем после ужина. И еще сегодня Тимофей, у него занятия... Он ходит на творческую мастерскую. И вот они сегодня там делали вот такого. Что-то не видно ничего. Вот такого вот. Это снеговик, да? Нет. А кто это? Я забыла. Это помогает на снеговочке. А, ну ладно. Ну все. Снегиренок. Ну все, пошли. И сегодня у Саши Куринча был день воздействия. Он дарил вот такой объем. И здесь 10 номер. Ага. И я у Демида 10 номер. Хорошо. И там у него есть классный. Да. И он с собой с ним. Кстати, у нас сейчас сдвинется с февраля занятие. И тренировки у Кирилла... Тренировки у Кирилла будут на час позже. Так что он тоже будет успевать поужинать перед тренировкой. И потом будем ехать на тренировку. Единственное, Тимофею теперь придется со мной все время сидеть и ждать Кирилла. Ну ничего. Тимофею, у тебя хорошее настроение после сада. У Тимофея всегда хорошее настроение после садика. У нас уже другой день. Детей отвезла в сад. Что-то у меня сегодня небольшой насморк, но вроде ничего такого критичного. Когда мы покупали нашу машину, у нас в комплекте в подарок шли коврики комплектации Лига Европы. В общем, это такие мягкие коврики. Выглядят классно, но по факту очень неудобно. Особенно для нашей семьи, потому что насквозь все мокрые из-за снега начинают замерзать и стоит такой спертый запах в машине. Машина у нас не в гараже стоит, а на улице, поэтому они не успевают вообще никак высохнуть. И у меня муж заказал новые коврики. Я сейчас хочу их открыть, разложить, чтобы они выпрямились, потому что они вот в таком тубусе самые обычные. А те я заберу, помою и буду сушить на балконе. И мы их, наверное, уберем. Либо до лета, либо вообще не будем мы ими пользоваться, потому что достаточно тяжело за ними ухаживать. Сейчас бы только они не выстрелили прям в меня. И когда сейчас коврики разложу, буду доделывать видео. Надеюсь, вы его уже посмотрели. И оно вам понравилось. Та-дам! Пахнет прям резиной. Я сегодня убираться не буду. Хватит с меня уборки. И вот так выглядят коврики. В общем, они достаточно обычные. О ними будет намного легче ухаживать, чем за теми, которые у нас сейчас. Какой-то элемент. Муж заказывал вроде на озоне. Полиуретановые коврики в салон автомобиля. Да, пахнут жесть. Ну, вылетрится. Ну, и вот так они выглядят. И Бонечка у нас. Девочка толстенькая. В общем, это на задние сидения и на передние. Надеюсь, что подойдут. Сейчас хочу немножко, чтобы они выпрямились. Вот наши коврики. И они все мокрые. Блин, не могу даже рукой зацепить. Но снег вы сами видите. Вот они тканевые. Они все мокрые. И воняют. Сейчас буду вместо этого все заменять. Покажу, как будет. Блин, неплохо бы было купить пылесос в машину. Потому что это реально нужная вещь. Ну, по вырезу вроде там подходит. Так, вроде не шатается. Долнушка смотрит тоже. Может, стремно. Вот что получилось. По-моему, ничего. Так что, все, поехали. Ну и сразу же, конечно, код. Как же так? Я что-то новое принесла. Здесь вообще лед. Видите? Прям лед. В общем, буду отогревать, отмывать и сушить их, и потом уберу. У нас суббота. Мы решили выйти погулять. Съездить, точнее, погулять. С грибами. Два гриба. Мы приехали в Мещерский лес. И хотим сейчас узнать, сколько стоит взять лыжи в аренду. Потому что у нас дети еще ни разу не стояли на лыжах вообще. Кирилл, хочешь на лыжах попробовать? Да? Здесь очень много кто на лыжах, кстати. Ну что, сколько? Это 600 рублей. Это размеры, единственное, что надо уточнить. У тебя прям такого же цвета надеваешь. Нет, Тимофей, возьми просто другой ботинок. Вот этот, да. А Кирилл, тебе не жмут? Тимофей, по рукам. У него 34-е. Он должен быть нормальный. У них 32-е. Ну что, мы взяли в аренду лыжи. Вот Тимофей тут едет. Первый раз. Кирилл уже, он там впереди. Сын, а только палки наоборот надо. Кирилл как первый раз встал. Он уже как у него получается хорошо. Кирилл, а покажи, как двумя руками. Тихонечко. Вообще обалдеть. Сын, а у тебя талант. Все виды новые спорта у тебя хорошо получаются. Попробуй четко. Не быстро, а четко. Просто надо поймать, когда надо палки переставлять. Быстро не надо. Можно, кстати, без палок попробовать. Просто ногами. Вот у вас в школе, кстати, будут лыжи зимой. Скорее всего. Молодец какой. Сегодня тоже хорошая погода. Ветра нету мерзкого. Прямо представляю, когда все подрастут. Будем всей семьей. Я лыжи в школе ненавидела. Просто терпеть не могла. В школе лыжи я постоянно пыталась прогулять. Что-нибудь придумать. Только чтобы не идти на лыжи. Это мой самый был ненавистный вид спорта. Сейчас бы я на них смотрю. Мне даже захотелось чуть-чуть покататься. Ну так чисто. Я не умею, кстати, коньком. Надо бы научиться. Я рада, что мы этой зимой хотя бы вот один раз они на лыжи встанут. Может быть, в следующем году мы уже купим лыжи. А хотя посмотрим. Может быть, легче в аренду реально брать. Потому что на всех лыжи купи. Это будет очень дорого. А ездить мы будем очень-очень мало. Тоже я у него палки отобрала, чтобы он скользил. Вон он уехал. Тимофей тут. Все-таки, наверное, выгоднее в аренду брать. Потому что мы так часто на лыжах не катаемся. И на всех купить лыжи, палки и ботинки. Притом, что ботинки каждый год новые. Вставай, Тимоха! Наверное, да. Легче в аренду взять. Поехали, поехали! Молодец! Давай, давай, я тебя снимаю, как ты хорошо умеешь уже. Вот. Сейчас они уже, конечно, устали. Они много теперь падают. Мы уже идем сдавать. Обратно мы где-то час или полтора даже катаемся уже. Ну, точнее, дети катаются. А мы с Серегой нет. Потому что первый раз все-таки они... В общем, вердикт такой. Тимофей сказал, что ему не понравилось. Потому что долго. Потому что он устал. Кириллу понравилось. Нам понравилось. Мне кажется, у них для первого раза очень хорошо получается. Смотрите, какой прикольный здесь трон. И лыжи такие старые тут есть. Наши ватрушки даже никто не украл. Тимоху завтра позвали очень неожиданно на день рождения на детский. Да. Причем в то место, где мы будем отмечать его день рождения. И вот папа наш съездил, купил подарок. Тимофей выбрал. Да, выбрал. Вот такой человек-паука, смотрите, слайм. Слайм с глазками. Кубличный. Такой. Так, все, теперь аккуратненько все кладем. Пакетов там других не было по размеру. Тимоха завтра на день рождения с папой пойдет первый раз. Я буду нести. Я сейчас собираю заказы. У меня, посмотрите, такой вот огромный заказ на 10 тысяч. Выкладывала я на канале информацию, что у меня некоторые товары. Я сейчас буду менять некоторые бренды. Поэтому распродаю по себестоимости и даже ниже. Сейчас как раз пошли заказы с утра. Собираю вот один такой огромный. И сейчас буду сюда еще подарки вкладывать. Здесь вот столько разных масок. Есть гидрогелевая. Есть трехступенчатая система очистки. Желейная маска. Пробники. У нас за каждую тысячу в чеке пирамидки. Здесь вот 10 штук. Здесь почти на 10 тысяч. Вот 10 штук пирамидок. И еще положу вот такой вот гель консли. И буду дальше собирать. И параллельно смотрю корейскую косметику на шелке. Интересно было посмотреть. Так что, девчонки, заходите на наш сайт. Смотрите, там в разделе ликвидация очень много. Но сейчас уже не очень много, потому что у меня уже с утра достаточно много заказов. И почти все разобрали. Но все равно заходите. Ссылочку внизу оставлю. Может быть там что-то еще останется. Косметика вся хорошая. Просто я, скажем так, меняю немножечко политику магазина. Эту косметику можно купить и в Ашане уже. Бренд Консли, например. Бренд Джи Год. Мэй Айленд. Поэтому мне смысла продавать ее нету. Так что пришлось ее отдать ниже себестоимости. Но ничего. Будем менять на что-то другое. Ну и подарки вот. У нас Тимофей уже на плавание. Уже сейчас скоро они приедут. А вот какой Кирилл сделал самолет. Вот вообще. Только у меня два колеса не плачевые. Вот кабина. Вот еще Амбонгасл. Амбонгасл я делаю это второго. Я делаю второго еще. В общем, сидит тут, занимается, да? У меня гречка и куриные котлетки в томатном соусе. Ну, точнее, в томатной пасте. Мне тут муж сделал приятный скал. Мне захотелось тебе подарить цветочек. И подарил мне опять несчастную розу, которая точно у нас умрет. Мне так жалко. Мне почему-то муж любит мне дарить цветы вот в таких горшочках. И Клаус, вот видите, смотрите, уже волос. Это Клаус залез и начал ее опять есть. И он ее уронил. Надо мне горшок ей купить. Но, как мне многие писали, и как каждый раз на самом деле происходит, бедная роза стопудово умрет. И сегодня еще, наконец-то, досыпала земли. Вытащила цветок, грунт новенький, дренаж. Посадила цветочек. Теперь он, по идее, должен себя хорошо чувствовать. Полила его. Вообще, он так выглядит, мне кажется, прикольно. Ну, в плане он такой вот, его можно формировать. Достаточно пушистый. Нам как раз зеленого цвета не хватает. Будем переделывать, скорее всего, детскую летом. Да, Кирилл? Летом будем переделывать детскую? Детей куда-нибудь на недельку или на несколько дней. Я хочу вам к бабушке тачить. Ну, бабушке спросим. В общем, детей на несколько дней к бабушке. К одной или ко второй. И будем переклеивать здесь обои. Ну, не мэм, точно кого-то на мэм, потому что у нас с Сережей, конечно, в этом плане руки-то из одного места. Переклеивать обои. Здесь будем организовывать место. Ну, в общем, это все я в отдельном видео, думаю, вам расскажу. Ну, и заодно будем переклеивать вот эти обои. Кстати, очень удачно. Во-первых, они до сих пор продаются в Леруа Мерлин. Во-вторых, они метровые. И в-третьих, вот смотрите, они начинаются вот здесь, вот этот кусок ободранный, а заканчиваются вот здесь. То есть, в принципе, чисто отодрать один кусок и переклеить. И все. Единственное, надо бы, мне кажется, что-то придумать. Может быть, какой-то уголок или еще что-то, чтобы дети не рвали. Потому что как-то у них... Хотя, вроде уже... Кирилл, вы уже достаточно взрослый, вы уже не будете обои рвать? Нет. Ну, посмотрим. Ой, блин, жалко. Молодец. Ну, а у меня здесь развал конкретный. У меня был перерыв, чтобы как раз приготовить поесть. И полочка знатно опустела. Она была полностью забита. Сейчас вот она уже опустела. И после того, как я все заказы соберу, я думаю, тут почти ничего не останется. Девчонки, я вам советую присмотреться к вот этой косметике. Называется Сиорис. Или некоторые говорят Сиорис. И Блайт. Это премиальная косметика. Моей маме я дарила, и она тоже у меня покупала много разных кремов. Но когда я ей подарила на день рождения крем от Блайт, антивозрастной, прессованная сыворотка крем, она теперь не хочет его ни на что менять. Потому что он очень классный. Так что заходите на сайт, посмотрите. Я рада, что я наконец-то смогла убрать коробочки вот сюда. Ну и здесь, в принципе, достаточно все аккуратно. У нас есть не только корейские товары, но и английские. Например, вот это вот обогащенное масло для кутикулы от IQ. Это производство Великобритания. И еще есть глянцевый укрепитель для ногтей. Кто это пришел? Ой, спортсмен пришел. У меня есть шарик. Привет, Тимофей. Шарик? Привет, да. Это я, кстати, куринчу на день рождения. Ну хорошо, все, раздевайся. Ну вот, заказы я наконец-то собрала. Завтра буду все отправлять. Вот она радость ИПшника, когда заказы в таких коробочках стоят. У меня есть мечта, чтобы у меня за день было заказов. Ну, в общем, каждый день, чтобы был весь этот столик в заказах. А потом, чтобы такая горка прям была. И не дома, а уже, понятное дело, в этом, в офисе. Сейчас это все доубираю. Поставлю фотографии все на место. И будем собираться на футбол с Кириллом. Погодите, там вам устроили барда. А у нас следующий день. Отвезла детей в сад. Все выходные с насморком проходила. Сейчас, слава богу, уже можно дышать и наклоняться, чтобы ничего не вытекало. Бэ. Я в этом году, в 2022-м, уже второй раз болею. Надо свой иммунитет укреплять. Я накрасилась, завела волосы. И я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть, я вроде никуда сегодня не собираюсь, кроме как отвезти Кирилла на подготовку к школе. Сейчас с утра написала по поводу шариков. У нас у Тимофея уже завтра день рождения. Но это будет отдельный, конечно, влог. Оплатила шарики. Сегодня ночью их привезут. И еще мне сегодня нужно отправить все заказы. Стоят мои хорошие. И я хотела купить какой-нибудь бантик, чтобы прикрепить на подарок для Тимофея. Кстати, не знаю, рассказывала вам я или нет. Моя мама приезжала на прошлой неделе и привезла Тимофею тоже подарок. Там халат на плавание. Кстати, будет отдельный влог чисто про Тимофея. Как я была у него первый раз на празднике в садике. И как прошел первый раз, первое его занятие по плаванию. Сейчас, кстати, его водит туда муж. В воскресенье у нас день тренировок. Утром муж отвозит Тимофея на плавание. А вечером я отвожу Кирилла на футбол. Но так как я вчера была с таким достаточно сильным насморком, муж вчера сначала отвез Тимофея на день рождения. Оттуда отвез его на плавание. А потом вечером отвез Кирилла на тренировку. Так что вот такой у меня муж. Тфу-тфу-тфу, чтобы не сгладить. Сейчас, наверное, сяду как раз монтировать этот влог. И хотела поменять постельное белье детям. У меня все влоги почему-то про уборку. То, что я меняю постельное белье детям. Пишите, как часто вы меняете постельное белье. Детям я раз в неделю стараюсь это делать. Если вы еще не заходили, то обязательно переходите по ссылочке внизу. Там будет ссылка именно на товар по ликвидации, который я продаю по себестоимости или даже ниже. Скидки не раздутые. Можете посмотреть на других сайтах цены. Товар оригинальный. Иногда люди, которые занимаются продажами, продают себе в минус. Это нормально. Главное, чтобы потом это пошло во благо мне. Во благо это я имею ввиду, чтобы я потом эти деньги правильно вложила в другой товар, а не просто профукала. Знаете, когда покупаешь дороже, продаешь дешевле. Такой бизнес по-дурацки называется. Огромное спасибо вам за просмотр этого влога. Если вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы вы всегда были в курсе, когда у меня выходят новые видео на канале. Ну и, конечно, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите предложить, чтобы я сняла, обязательно пишите об этом в комментариях. Я сейчас открыта к новым предложениям, так как я опять занялась, наконец-то, своим каналом. Может быть, в этот раз я все-таки дойду до своей серебряной кнопки. Как думаете? Всем хорошего дня!